здравствуйте вы смотрите программу неделя спорта очередной специальный выпуск посвященный кубку конфедерации фифа 2017 года со мной как обычно в студии наш эксперт уже можно сказать александр дегтярев автор и основатель проекта фанка саш тебе еще раз привет привет давненько мы с тобой не виделись последний раз я тебя видел только после третьего тура кубка конфедерации уже успел соскучиться по этой аналитике можно сказать ну что ж для наших зрителей предлагаю напомнить им сетку турнирную по полуфиналам и так первом полуфинале встречались португалия чили проходил он 28 июня в казани счета 0-0 в основное время по пенальти сборная чили проходит финал 29 июня на стадионе фишт в сочи встречались германия и мексика счет 41 ну что ж давай начнем анализировать начнем с первом матче португалия чили я знаю ты был на стадионе в этот момент и смотрел эту игру да я был на стадионе смотрел эту игру я был очень рад погрузиться в эту атмосферу но к сожалению основное и дополнительное время матча не оправдала абсолютно моих ожиданий ну как говорится мои ожидания мои проблемы до игра была очень равна нет игра была какой-то сумбурной не было видно большого желания команды бежать вперед и забивать голы были определенные моменты но сожалению они не завершались голами чилицы были ближе к победе и в основной и в дополнительное время на последних минутах второго экстра тайма у чилицы был прям вот экстра момент когда сначала было попадание в штангу потом добивание в пустые ворота и перекладина но все справедливо как мне кажется единственное что огорчился я потому что тренер сборной португалии выпустил трех игроков на замену все они били пенальти и не ни один из них не забил это вот меня прям очень огорчило я думаю что как бы он что с собой не сделал хорошо что еще можно поэтому от насчет криштиану роналду почему он не фирил я помню ты своих прогнозах давал то что мол в плей-офф он будет прям тащить 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 а здесь но он просто был потерян ну видимо он решил дать так сказать себе отдохнуть после того как играл в на групповом этапе более сказать броска играл вот подобающий себе и своему имени ну а потом уже видимо или установка была не сильно бегать или просто сил не осталось ну я не знаю человеку 32 года он уже не молодой не в каждом матче можно носиться все 90 минут и я думаю него просто голова была несколько другим забита я напомню просто у него в перерыве между групповым этапом и матчем плей-офф у него родились дети за которым он полетел сейчас в нью-йорк фотографии выложил свой инстаграм я думаю просто об этом задумывался и у него мысли были совсем о другом а вообще мне кажется что сборная португалии не очень сильно хотела попасть финал потому что начинался матч с того что но не было третья основного состава как минимум куарежма на не ну с натяжкой живого маутиньо они были все на банке и пепе не хватало конечно который был дисквалифицирован хорошо но ты я сейчас открыл статистику по статистике за весь матч владение мячом 44 процента у португалии учили 56 процентов остальное все идентичные удары по 15 ударов створ по 3 удара мимо 9 блокировал ударов по три штуки но штрафных у сборной португалии больше но они ничего не смогли из них извлечь когда бил роналду из одной из своих любимых наверное точек там расстояние было примут оптимальное забивать со штрафного чтобы было так видно на кашу ноги уток раздвинут он очередной раз не забил это доказывает то что либо футбол научился противостоять штрафным ударом роналду либо роналду разучился их бить во что я не верю категорически хорошо по серии пенальти что можешь сказать почему вот но так получилось я могу сказать что это скорее всего реально так что ли было задумано то что вот реально давайте мы не будем выходить финал или реально клаудио браво настолько топовый футболист я не могу сказать что браво топовый вратарь по крайней мере последнего сезон в английской премьер-лиге показывает абсолютно обратно и я думаю что просто тренерский штаб конкретно тренер вратарей готовил своих стражей ворот к тому чтобы отбивать пенальти от игроков сборной португалии они ведь очень звездные все известные куаре жмейнане и жуау маутиньо есть куча видео как они бьют пенальти и подготовиться к этому в принципе можно руй патрисио не угадал ни один удар по моему то есть он то прыгал не в тот угол то прыгал в другой угол били по центру и в итоге серия пенальти просто показала то что португальцы готовились к этому матчу гораздо меньше еще об этом говорит то что португальцы вышли на разминку минут так на 10-12 пораньше то есть тренерскую установка чилийцев длилась гораздо дольше это тоже говорит о настрое команды настроя тренерского штаба на победу на победу чилийцев хорошо по атмосфере на стадионе что можешь сказать стадион был практически полностью забиты 45 тысяч свободно было где-то тысячи всего 4 но это были либо места в вип-зоне либо угловые сектора то есть все оптимальные недорогие места были заняты какие-то естественно достались бюджетникам что конечно не отрадно но стадион был забит атмосфера была прекрасной пошумели неплохо мне очень понравилось хорошо ну что ж поздравляем сборную чили с выходом финала теперь говорим о том матче который но для сборной германии такие полуфиналы это уже не в новинку вспоминаем полуфинал 2014 года против бразилии 71 здесь полуфинал против мексики 41 да этот матч мне очень сильно напомнил матч со сборной бразилии потому что немцы я не могу сказать что понеслись сломя голову с первых минут в атаку просто они встретили слабое сопротивление обороны и начали ее крушить а когда поняли что вот уже счет 2-0 они пошли еще забивать но мексиканцы уже как-то подсобрались что ли просто после первого гола было видно в глазах оборонцев что-то типа непонимание как противостоять этим футболистам хотя я не могу сказать что конкретно это сборная германии гораздо сильнее мексиканцев но точно не на 4-1 просто мексика на протяжении всего матча показывала что в тактическом плане она к матчу была абсолютно не готова ну да потому что защита по моему там ну даже не было и вот номинально дело даже не в защите они и в атаке действовали как-то очень сумбурно чуть-чуть это вообще потерянный был да много кто выглядел потерянным на самом деле но единственный гол они забили ну случайно это вот шаровый гол ну потому что видел с какого раза его забили удар был с расстояния я думаю больше чем метров 35 40 метров свод 40 до оттуда специально гол не забьешь то есть они до этого оттуда не били значит не было такой тренерской установки давай давайте представим что в этот момент думал тарштеген да дело не в тарштегене когда вот такой мяч прилетает имею ввиду я я уверен он не успевает ничего подумать это что-то типа нет на самом деле в этом ударе виделось отчаяние мексиканской атаки потому что мексиканцы имели моментов не меньше чем немцы но тактическая выучка позволяла немцам доводить момент до верного то есть третий гол был забит очень тактически грамотно то есть пошла передача сквозь всю защиту потом он отдал на свободного партнера тот уже расстреливал пустые ворота у мексиканцев таких моментов не было то есть они заходили за счет каких-то в штрафную за счет страсти эмоций каких-то личных футбольных качеств но никак не за счет сыгранности и тактики хотя это сборная мексики между собой варится играет гораздо дольше чем конкретно вот эта сборная германии она ведь собралась того перед кубком по схемам сборная мексики играла по схеме 433 сборная германия играл по схеме 3 421 и чем насколько я понимаю было удобно сборной германии то что трое опорных полузащитника могли спокойно отходить в оборону или же наоборот защитники могли просто раньше встречать я на самом деле особо не рассматривал расстановку немцев но за матч мне бросилась в глаза то что начинали мексиканцы именно по тактике 433 а заканчивали матч уже 343 и вот в связи с этим наверное был забит четвертый гол и может быть даже 3 потому что они стали еще больше раскрываться каждая контратака немцев несла в себе опасность даже в зародыше то есть когда мяч попадал в центральный круг немецкий полузащитник или атакующий игрок оказывался один против двоих и у него еще были два партнера которые набегали по флангам и мексиканцы только после этого начинали возвращаться то есть каждая контратака немцев было потенциально опасно ну да я думаю туда совет сборной мексики играть следующий матч против сборной португалии по схеме 1100 арканойт я думаю у мексиканцев не должно быть проблем с португальцами потому что раз они отпустили своего лидера отдыхать значит они опять таки не заинтересованы матча за третье место а мексиканцы они покажут страсть даже в матче за бронзу хорошо ну что же переходим тогда к матчам уже решающим которые будут раздавать медальки можно так сказать первый матч это произойдет в москве 2 июля в три часа дня если я не ошибаюсь сборной португалии против сборной мексики кто да на стадионе спартак я не ожидаю конечно аншлага я думаю там будет немного зрителей но там будет очень много спартак да там и и динамовцев и и фанатов csk и локомотива думаю будет немало но тем не менее я ожидаю победу сборной мексики хотя я хотел бы видеть их финале больше чем сборной германии хотя бы третье место они должны получить потому что эта команда достойна медалей на кубке конфедерации сборной мексики до сборной мексики букмекеры с тобой не согласны абсолютно уверен был в том абсолютно нафиг абсолютно был уверен что будет так же но то по коэффициентам 324 сборной мексики 227 у сборной португалии она ничего на ничью в основное время 374 меня вообще поражает поражает коэффициент и букмекеров на матче кубка конфедерации я не ну вот разве что с в матчах с явными аутсайдерами были какие-то адекватные котировки но вот в более-менее равных матчах это же матч на три результата вот классический там может победить любая сборная но я вижу нежелание выигрывать от сборной португалии поэтому я ставлю на мексику но тем более у них нет прям основного игрока криштиан роналдон не примет участие в матче за третье место кто кстати займет его место в составе там много кому можно его заменить в позиции свободного полузащитника вот этого свободного художника может выступить куа режму я думаю наверное с первых минут на этой позиции выйдет на не а потом я с силой да да если если у него не хватит сил но скорее всего не хватит выйдет куа режму причем время будет примерно одинаково точно где-то 50 на 40 а переходим тогда к финалу главному матчу это матч группы b чили против сборной германии надеемся не будет такого счета как было в казани кстати оказание можно сказать то что вот как мы говорили про стадион фишт драки с 2017 года стадион казань-арена ничейки с 2017 года да они еще идут по по убывающей сначала было ничья 22 потом 11 и 00 в итоге чили до чили португалия ничья 00 в основном но потом всеми любимая наша родная сборная россии избавилась от этого проклятия проиграв сборной мексики за счетом 21 мы ее в учет не берем это все-таки ее можно сказать родной стадион хоть отчасти хорошо итак финал чили германия я боюсь что победит сборной германии хотя мне этого очень сильно не хотелось бы причем я думаю что они забьют на два гола больше чем чили по коэффициентам на победу сборной чили дают 312 на победу сборной германии два с половиной я вот был уверен что опять начали будет три с чем-то на германии два с чем-то но это же очевидно не знаю чили классная команда мне очень нравится чилийская сборная и я симпатизировал ей на протяжении всего турнира у меня в первую очередь выросло отношение к по отношению к этой команде потому что большое количество болельщиков из этой страны прилетела в россию а лететь сюда очень много и и я в первую очередь буду поддерживать чилийцев в благодарность за то что они отнеслись к турниру в моей стране так положительно а немцы привезли второй состав то есть посчитали что это так себе турнир он и мне интересен соответственно для меня это как плевок в мой личный адрес как болельщика хорошо ну что ж с этим разобрались я знаю то что ты сам поедешь на финал кубка конфедерации вопрос не страшно ли тебе находиться на зенит арене думаешь и развалится да нет я я очень надеюсь что они развалятся но боюсь что поле в ненужный момент сможет выкатиться и футболиста всех снесет трибуны нет все хорошо будет я уверен будут протечки будут какие-то проколы будут насмешки над зенит ареной но все пройдет на высшем уровне в этом нет никаких сомнений хорошо ну что ж сборной германии получается по всеобщему мнению становится обладателем кубка конфедерации на это мы посмотрим я замечу надеюсь то что сборная чили его выиграет ну что ж у нас в студии был александр дегтярёв автор и основатель проектов фанка на наименном youtube канале фанка 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 да саш большое тебе спасибо за прогнозы мы на этом заканчиваем друзья а после финала к сожалению мы уже не успеем выйти в эфир поэтому смотрите мой youtube канал youtube канал александра стадиона санкт-петербург арена или зенит арена кому как у петербург арену он будет называться да ну что ж я надеюсь то что тебе понравится поездка в питер и ты привезешь оттуда много такого много различных материалов ну и какой-нибудь дам магнитик да для нашей программы тоже обязательно большое спасибо за внимание это был обзор кубка конфедерации полуфиналов ждем ждем финала и матч за третье место в надеюсь будет очень интересно с тобой был роман пленсков увидимся пока пока